Натуральные и природные компоненты особенно ценятся в косметике. Сейчас на рынке представлены тысячи компаний, выпускающих продукцию для ухода за кожей. Однако молодой бренд «Анапская косметика» без сомнений найдет свою нишу. Уникальность этих средств в составе. Производитель использует молочные пептиды, экстракты можжевельника, пихты и даже терноморских водорослей и красного вина. Такую амбициозную идею воплотила в жизнь анапчанка Анастасия Вдовина. Косметика из комки – теперь это не вымесел, а реальность. Для нас в принципе всегда было важно подчеркнуть и показать, какой замечательный у нас город, какой замечательный курорт. И мы хотели в том числе показать всем жителям нашей страны, что наши водоросли, они полезны, эффективны и дают очень много приятных результатов. Водоросли обладают большим количеством полезнейших свойств. Это одна из древнейших растений на нашей планете. И самое главное – это улучшение качества кожи и волос. Администрация города также посчитала этот проект важным и активно нас поддерживает, насколько это возможно. И поддержала нас еще партия «Единая Россия». Вся эта поддержка абсолютно безвозмездна, за что мы им очень благодарны. Очень важный проект, во-первых, для города, во-вторых, для края в целом. И безусловно, и партия, и город поддерживают этот проект. Я считаю, что такие проекты должны существовать, должны двигаться и поддерживаться, конечно же. Анастасия Вдовина – выпускница школы бизнес-молодых. Благодаря государственной поддержке она смогла реализовать свою идею и уже представила косметику на презентации. Помощью профильных фондов может воспользоваться любой предприниматель. Пожалуйста, фонды, любые программы, любая поддержка. Есть платные и бесплатные программы. Помогут, обращайтесь, мы укажем вам путь. Основное производство и лаборатория компании находятся в Анапе. Пока объемы небольшие, но Анастасия планирует построить крупный завод. В будущем косметическую продукцию смогут экспортировать за пределы Краснодарского края и страны. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов. Анапа. Регион.